Здравствуйте, меня зовут Валерия Беловс, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В галерее АРК открылась выставка Михаила Павина. Фотохудожник представляет проект «Первое измерение», со дня создания которого прошло 15 лет. Для тех, кто об этом слышит впервые, рассказываю. Михаил Павин презентует самую длинную в мире фотографию – 66,5 метров. Проект зарегистрирован как национальный репорт в московском агентстве Пари. В Театре молодежи «Дни первоклассника» для юных зрителей в пятницу покажут спектакль «Рок детектив на перекрестке». Постановка о правилах дорожного движения. А для тех, кто сам хочет выступить на сцене, театр-студия «Балаганчик» проведет актерский мастер-класс. Первое занятие называется «Раскрепощение». Урок пройдет в антикафе третье место. Еще в пятницу после долгожданной реконструкции во Владивостоке откроют первую молодежную библиотеку, самую крупную в Приморье. Ее создатели расскажут о том, как и зачем был задуман проект для читающей молодежи, а также проведут лекции о науке, литературе и музыке. 24 сентября масштабные мероприятия развернутся на спортивной набережной Владивостока. Горожан приглашают на шестую дальневосточную сорочинскую ярмарку. В программе выставка продажи украинской национальной кухни, игровые площадки, вернисаж, творческие мастерские, выступления музыкальных коллективов. Там же пройдет и конкурс чтецов «Спортивное трио» от Всемирного фонда «Дикой природы». Самые талантливые исполнители, прочитавшие с выражением на память одно из трех стихотворений, получат призы с тигриной символикой и станут главными героями видеоролика. А перед Приморским краевым домом молодежи состоится фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Это многожанровый праздник культур без возрастных и социальных ограничений. Приморская сцена Мариинского театра представит кинопоказ «Прокофьев. Во время пути». Фильм основан на дневниках композитора. Это история жизни Сергея Прокофьева, полная бесконечных переездов и многочисленных выступлений. Еще в субботу в Музее современного искусства «Арт-этаж» откроется выставка новозеландского скульптора Скотта Иди. Инсталляции, которые будут представлены на выставке, собраны из предметов, превратившихся в мусор. Экспозиция призвана продемонстрировать нам впечатление Скотта о Владивостоке, культуре и о людях в целом. Вернисаж в 17.00. День Тигра Тем временем на спортивной набережной возле амфитеатра горожан будут ждать на парад колясок. В акции от 8 канала смогут поучаствовать велосипедисты, мамы с колясками, обладатели самокатов, байков и мопедов. Главная задача – украсить свое транспортное средство и продефилировать. Авторы самой оригинальной идеи получат подарки и кубки. Начало парада в 14.00. В Приморской краевой филармонии в воскресенье выступят мировые звезды классической музыки Китая в программе композиции Баха и Чайковского. А на сцене Приморской Мариинки балеты «Бэмби» и «В джунглях. История боятельного олененка» – первая премьера четвертого сезона. Главным отличительным качеством балета стало высокохудожественное сопровождение, способное удовлетворить вкусы самых утонченных меломанов. Музыкальный ряд «Бэмби» и «В джунглях» включает произведения серьезных академических композиторов Андрея Головина и Александра Локшина – редчайшее явление в современном детском спектакле. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok